Помимо подготовки к экзаменам, будущие студенты сейчас выбирают дальнейшее учебное заведение. В Славянском электротехнологическом техникуме состоялся день открытых дверей, где выпускники школ смогли ознакомиться с факультетами и специальностями учебного заведения. С подробностями наши корреспонденты. В актовом зале электротехнологического техникума собрались девятиклассники школ Славянского, Темрюкского, Крымского и Калининского районов. В начале встречи состоялась презентация деятельности техникума, в рамках которой директор техникума Александр Осмачкин рассказал присутствующим об истории учебного заведения, о задачах, которые стоят перед техникумом по подготовке специалистов среднего звена для экономики района и края. Та база и те базовые знания, которые даём мы, являются залогом будущего успеха. С первых дней обучения в нашем техникуме мы прививаем своим студентам навыки и умения зарабатывать деньги. В нашем учреждении нет понятия добровольных пожертвований. Мы не занимаемся сбором добровольных пожертвований. Мы всё зарабатываем своими руками. У нас есть учебное хозяйство, на котором механизаторы и автослесаря имеют возможность в период лета заработать на уборке урожая. У нас есть кафе студенческое, где будущие повара имеют возможность, отрабатывая практические навыки, зарабатывать свой первый рубль. Также в рамках встречи перед школьниками выступили представители социальных партнёров техникума. Это предприятия и организации, в которых студенты проходят практику во время летних каникул. Представители этих организаций рассказали о кадровой политике. В этом учебном заведении вы получите профессиональное образование, которое позволит вам устроиться на работу в Кубани-Нерго. Потому что у нас один из критерий приёма на работу – это профессиональное образование по специальности. Также в Кубани-Нерго есть свой учебный центр, в котором вы будете проходить спецподготовку, повышение квалификаций. И те знания, которые вам будут даны в данном учебном заведении, будут подкрепляться и со временем совершенствоваться. В техникуме работают три отделения – сфера обслуживания, механизация и автотранспорт, энергетика и строительство. Заведующие этих отделений рассказали ребятам о профессиях и специальностях, по которым ведётся обучение, а также о достижениях студентов в конкурсах профессионального мастерства. Затем состоялась экскурсия по техникуму. Ребята ознакомились с условиями, которые созданы для обучения – учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими. Также у школьников была возможность принять участие в мастер-классах. Будущие студенты посетили ресурсный центр «Спасатель», работающий на базе техникума, общежития, спортивные и тренажёрные залы, музей. В завершении экскурсии с музыкальными номерами выступили творческие коллективы студентов и агитбригада «Золотое время». Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».